138-й детский сад, закрывшийся еще в ноябре за плохого качества воды, в ней обнаружили кишечную палочку, возобновит работу на следующей неделе. Об этом рассказал Алексей Веллер в беседе с губернатором Мариной Ковтун. Затронули и другие вопросы. Глава региона одобрила создание открытого бюджета города. В конце прошлого года власти запустили проект «Бюджет в 3D. Давайте делить деньги вместе». И опросили мурманчан, на что следует тратить казну. Нашлось время и для пожеланий. Губернатор посоветовала публиковать в СМИ открытые регулярные отчеты о том, какие именно суммы на что тратятся. Особое внимание Марина Ковтун попросила обратить на идею создания рыбного рынка в Мурманске, где свежую продукцию можно будет покупать без переплат, а также на проблему с земельными участками для многодетных семей. Мы ждали от Мурманска более высоких темпов предоставления земельных участков для многодетных. Эта задача также вытекает из майского указа президента. Многодетные семьи пишут мне письма. В своих письмах и обращениях говорят о том, что мы ждали, мы хотели бы решить эту проблему в этом году. Также губернатор встретилась с главным жилинспектором области Аленой Кузнецовой. Как стало известно в ходе встречи, Мурманская область занимает второе место в Северо-Западе по количеству выписанных предписаний на одного жилищного инспектора, а также 12-е по России по объему обследованного жилищного фонда. В 2013 году в 2,5 раза увеличилось число обращений граждан в жилинспекцию. Их принято более 12 тысяч. Это говорит не только об объемах работы специалистов, а прежде всего о возросшем недовольстве мурманчан условиями жизни. Одна из главных проблем – произвол управляющих компаний. В этом году у инспекторов появился союзник в борьбе с коммунальщиками в лице органов муниципального жилищного контроля. К 1 марта муниципальный жилищный контроль Заполярье заработает в полную силу. Несмотря на огромные штрафы, пока самый действенный метод борьбы – вовлечение граждан в управление собственным жильем. Я постоянно говорю гражданам о том, что нужно принимать определенные решения, нужно участвовать в управлении домами. Создайте ТСЖ, если вас действительно не устраивает, и при этом отсутствует альтернатива управляющей компанией, например, в небольших образованиях, где и тому. Поэтому создайте ТСЖ, управляйте этим сами. Но в этом плане, я думаю, что предстоит достаточно большой путь.